Рекомендую покупать игры только на steampay.com. Ссылка есть в описании к видео. Привет, ребятишки. Вы спросите, при чём здесь эвоки? Ребята, неужели эвоки недостаточно божественные существа, чтобы я не оправдывал их появление в ролике? Тем не менее, говорить мы будем сегодня об играх. Вы знаете, этот год в плане игр был очень насыщенный. Вышла уйма крутых игр, всё, что выходило, мне так или иначе нравилось, и слишком просто было бы снять видос про лучшие игры этого года. Запихнуть туда Bloodborne на первое место, Fallout, всё это полирнуть Ведьмаком, это скучно. Куда интереснее поговорить о говнище. Хоть и говна в этом году было мало, лично для себя выделил две игры, но поскольку для топа надо как минимум три, поэтому на второе место впихнул игру, которая вроде неплохая, но она мне просто не зашла, поэтому особо не бомбите. Короче, поехали. Да-да-да, я понимаю, это великая игра, игра богов, элиты, любой шутке рано или поздно должен прийти конец, и пускай это будет сейчас. Эта игра более глубокого днища я в своей жизни не видел, а я тот человек, который все комментарии под прошлым роликом прочёл. Комьюнити этой игры это самая недоразвитая часть человечества, есть одна мысль, которая не даёт мне покоя. Они ведь реально будут размножаться. Я провёл в этой игре 20 часов, и чего я только не видел. На второй день игры произошёл дебильный случай, я играю в копателя, мне звонит мама, беру трубку, и в этот момент на полной громкости доносятся звуки 10-летнего школьника, который кричит, что у него выскочил фурункул на головке члена. Даже когда я в 9 классе домой пьяным пришёл, мне не было так стыдно перед матерью, как тогда. Более того, мне хватило мозгов загуглить, что такое фурункул, это было ужасно. Многие мне писали, что этот ролик чистая постанова. Чуваки, буду с вами честен. Да, я и Серёжа пытались сделать постановочный момент. Серёжин кореш должен был зайти на сервак и кричать, какой я пидорас, хуесос. Мы записали это дело, но потом я просто захожу в игру, и сразу же слышу, как школьник кричит, что он зальёт чужой дом спермой. И тут я понял, что постановка не имеет смысла. Твой дом будет весь вверх. Вопрос, который я задавал больше всего, копатель или Майнкрафт, идиотский. Ну, потому что Майнкрафт сам по себе гигантский и необъятный, в то время как карты в копателе размером с мозг детишек, который в него играет. Карты очень маленькие, их можно обижать буквально за 30 секунд. Был момент, с которым чуть не сдох от смеха, я хотел дать Серёге IP от сервера и увидел это. Да, ща, подожди, дам. Текущая платформа не поддерживает ссылки на карты, что, блядь? Надеюсь, таких проблем в версии для PS4 не будет. Ставь в Лукас, если ждёшь легенду. В игре есть и хорошие стороны, здесь много режимов, много контента, естественно, доступного только за донат. Зверюшки есть, добавили вита третьего лица, но всё равно это полное говно, и радует, что есть на свете школьники, которые копателям ещё не измазались. Чё, а почему вы не играете в копатели? А мы не уверены, где сам играть. Это хорошая или плохая игра? А почему вы такие злые? А что лучше копателя? Майнкрафт лучше копателя? Майнкрафт лучше? Майнкрафт? Может быть, да, может и нет. Объективное мнение? Эвоки в ролике были неспроста. Надеюсь, они утолят вашу анальную боль, когда вы узнаете, что на втором месте у меня... Как же сложно это сказать? Life is strange. Фанаты этого кинца, вам кажется, что я конченная мразь, и сильнее меня возненавидеть вы уже не сможете. А что, если я вам скажу, что я её не прошёл до конца? И да, я не играл в пятый эпизод. Кто не знает, по рассказам фанатов, пятый эпизод, типа шедевры, только ради него стоит играть. Во что я охотно верю. Но беда пятого эпизода в том, что он пятый. И до него надо пройти четыре эпизода. Четыре скучненьких, сопливеньких эпизода. Вдобавок, каждый из эпизодов продаётся отдельно и стоит денег. Давайте на примере. Берём мой ролик про колду. Безусловно, лучший фрагмент этого видео, это то, где этот сладенький, сексуальный персик, обмазанный шоколадом, говорит про игру. Чтобы мои зрители увидели этот момент, первые шесть минут должны их затянуть, чтобы они видео не закрыли к хуям. Если бы первые шесть минут были бы скучными, люди бы не увидели этот шедевральный момент. Потому я постарался сделать максимально затягивающим это видео. Конкретно в этом ролике, который вы смотрите сейчас, концовка тоже насыщенная. Поэтому сейчас я стараюсь вас завлечь, чтобы вы досмотрели его до конца. Улавливаете суть? Мне насрать, какой пятый эпизод, если четыре предыдущих скучные. И ещё за них надо платить деньги. К слову, меня хватило на полных три эпизода. Я думаю, все помнят, как критики и геймеры приняли Beyond Two Souls, героиню назвали дурной и импульсивной девкой, сценаристов даунами, сюжетную полосу бредовой и сумасшедшей, а игру говном. Так Life is Strange это же то же самое, только без графона и распиленная на кучу частей. Я понимаю, что фанаты этого кинца уже захерачили дизлайки и пофиг, что я буду говорить дальше, но в целом игра, кстати, неплохая. Она нишевая, это игра для определённой аудитории, для маленьких, маленьких девочек. Ну не верю я, что в неё будет играть 20-летний пацан, ну а если такое есть, то я тебя понимаю, в своё время я прочёл PS, я люблю тебя, так что не мне судить людей со странности. Я понимаю, чем может понравиться Макс, она ассоциативная, бунтарка в какой-то степени, она отстранена от общества, и многие из тех, кто полюбил эту игру, видели в Макс частичку себя. На этом игра и постоянно пытается вывозить. А вот меня Макс раздражает, ну уж очень она какая-то правильная, смазливая, пугливая, но всё равно отторжение не вызывает. В целом игра очень годная, но залипнуть в неё я не могу, но не привлекают меня эти подростковые пиздострадания. Для школьников и школьниц вполне сойдёт. Я-то чё её сюда добавил в этот список? Да потому что вы мне её пиарили как не знаю что, ну я и ожидал чего-то прям вау. Так что запихнул я её чисто из разрушенных ожиданий, впредь не надо обещать чего-то прям крутого, если этого нет. Что мне кстати понравилось, то что здесь, в отличие от многих других интерактивных киношек, последствия выбора реально существуют. За это респект, и только из-за этого я советую в неё поиграть. Очень надеюсь, что я всё-таки пересилю себя и её пройду. Ну и на первом месте, конечно же, конечно же, Метал Хер Сала 5. Убогое кинцо для быдла, Кодзима облажался как тварь, ладно, я шучу, успокойтесь. Конечно же, это Call of Duty. Ежегодный победитель моего личного топа самых омерзительных игр года. Из года в год одни и те же претензии. Тир, казуальность, отсутствие баллистики, скучный сюжет, скучный мультиплеер, старый движок. И отвратительная графика. Очень плохая графика. Отвратительнейшая графика. Ко всему вышеперечисленному добавилась русская озвучка. Легендарная фразочка «Паровозик сделал бум» стала самым настоящим мемом, как только люди не извращались. Результат? Поезд сделал бум. Бум, бум, бум. Я тебя бум, бум, бум. Ты меня бум, бум, бум. Мы вместе бум, бум, бум. С тобою бум, бум, бум. Всё дошло до того, что мем с телепузиком попал даже на IG. Да, вы все знаете моё отношение к этому поблоссу, но как ни крути, всё равно приятно. Игра выполнена в лучших традициях Call of Duty, скотское отношение к покупателю и сумасшедшая ценовая политика. 4.300 за вот это? Этим-этим можно брать, 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 этим-эт Субтитры сделал DimaTorzok